Криптография и стегонография Криптография 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 Вот, опять же, следующий слайд, давайте. Вот, когда он там делал из хлебного мякишейся чернильницу, туда наливал молоко, молоком писал в книжке. Ну и на самом деле это действительно рабочий метод. Еще помимо молока очень хорошо подходит лимонный сок. Надпись, сделанная, собственно, молоком или лимонным соком после высыхания, совершенно не видна на бумаге, ну, практически не видна. При нагревании она проявляется. Вот, а метод на самом деле используется, опять же, и в настоящее время, используется нерадивыми школьниками и студентами. Я вот вам даже сейчас попробую его продемонстрировать. Ну, собственно, продаются специально такие вот наборы, ручка и фонарик, которые пишут ультрафиолетовыми чернилами. Вот. Вот я на бумаге тут кое-что нарисовал. Я не знаю, будет вам видно, нет? Сейчас в темноту попробую идти. О, а тут даже есть. Вот смотрите, ультрафиолетовая лампа. Так, а вам я посвечу. Ну, видно, что какой-то вот узор есть, какая-то картинка. Ну, вот тут типа трубка нарисована. А, давайте дальше. Ну, как вы понимаете, такой метод используется обычно школьниками или студентами при подготовке к экзаменам. Просто пишут шпаргалки на бумажках. А потом, ну, сидят, смотрят на них, списывают. Вот. Где еще используется стиганография? Ну, в современности стиганография используется террористами. Тоже известный факт, доказано, подтверждено. Ну, хотя на самом деле вот именно конкретно вот по одному случаю, это по большей части миф. В случае, когда мировой торговый центр взорвали на самолетах террористы, вот, утверждается, что Аль-Каида, когда подготавливала эти теракты, общалась между собой при помощи стиганографических методов, скрывая информацию в картинках и, ну, встраивая информацию в картинке, выставленные на сайте. Вот, можно следующий слайд? Вот пример. Ну, это уже другой вариант. Это как террористы могут общаться в аватарке, в социальной сети. Вот именно в этой картинке при помощи стиганографических методов встроен вот такой вот текст. Ну, на самом деле существует куча различных методов, там, ЛСБ стиганография и прочее. Я думаю, что вряд ли я вам буду о них подробно рассказывать. Я сомневаюсь, что здесь большинство аудиторий, там, математики какие-нибудь великие. Нет, может быть, кто-то и есть, но большинство вряд ли. Вот. А сама по себе криптография и стиганография, как наука, это все-таки по большей части математика. Методы довольно сложные для понимания. Ну, про картинки, ладно, там очень простой метод. Как вы знаете, картинка представлена набором пикселей, каждый пиксель описывается своим цветом. Вот. Ну, допустим, там, под каждый пиксель у нас отводится, грубо говоря, там, 3 байта. Вот. Метод ЛСБ, он позволяет использовать самые наименее значащие биты. Ну, грубо говоря, нулевой бит в каждом пикселе мы можем использовать, заменить, там, в зависимости от наших нужд. На нолик, там, на единичку. Вот. И на самом деле можно утверждать, что при такой замене у нас картинка практически не изменится визуально. Вот. Ладно, давайте дальше. Вот. А это каким образом, собственно, представлены методы стиганографии той же, например, в современных СМИ. Вот известная серия из мультсериала «Симпсоны», где Гомер Симпсон обнаруживает зашифрованное матерью сообщение в газете. То есть она при помощи первых букв каждой строки зашифровала сообщение. Ну, тут слово «зашифровало» не очень подходит, именно «скрыло», потому что это, по большей части, именно стиганографический метод. Вот. А шифрование, как таковое, оно не предполагает того факта того, что мы будем скрывать какую-то информацию. То есть криптография, шифрование данных, она предполагает, что вот мы что-то зашифровали, написали какую-то билиберду, и вот в таком виде отсылаем это человеку. Ну, и, естественно, большой недостаток криптографии, например, для тех же шпионских систем, что любой человек будет сразу видеть, что мы хотим передать какое-то секретное сообщение. Вот. Но, тем не менее, есть такая новка криптографии, она тоже достаточно древняя, потому что вот один из первых шифров, известных в мире, это шифр Цезарей. Собственно, Цезарей был придуман, там все очень просто, там просто буквы латинского алфавита, ну, меняются с определенным шагом. Ладно, давайте дальше. Вот. Это, собственно, методы криптографии, которые используются во время Второй мировой войны, я думаю, все знают про это. Это шифровальная машинка Enigma. Вот. Какой код не использовался, я не помню, но это и не принципиально. Не очень сложный. Современные компьютеры легко ее взламывают. Вот. Давайте дальше перейдем, опять же. Вот. Ну, и опять же, если перейти к криптографии уже подробнее, она бывает, наверное, двух видов. Криптография с открытым ключом и криптография с закрытым ключом. С открытым ключом это вот когда мы хотим передать сообщение какой-то человеку. Вот у него есть какая-то открытая информация, ее все знают, все видят. Мы при помощи этой открытой информации шифруем сообщение и отсылаем ее. При этом доказанное, утверждается, что расшифровать это сообщение не может никто, кроме владельца вот этой открытой информации. То есть у него помимо открытого ключа есть какой-то свой закрытый ключ, который никто не видит и никто не знает. Вот. Ну, и более такой сложный метод, наверное, в реализации, это метод с закрытым ключом. В чем его проблема? В том, что закрытая информация должна быть сразу у двух абонентов, и у первого и второго, причем одинаковая. Вот. А если наглядно продемонстрировать, ну, есть такой известный шифр, называется шифр Шамира. Если тут есть кто-нибудь из моих студентов, кто был на моих лекциях, я им уже рассказывал этот метод, ну, давайте попробую рассказать вот такую аналогию, как проще всего понять шифр Шамира. Давайте я для этого использую каких-нибудь двух людей. Вот, допустим, Дима, я его просто знаю, вот он. Да не надо, выходите, сиди там. Вот той девочке, я ее не знаю просто. Вот, да, вот ей ты будешь посылать, допустим, посылку. Ну, допустим, с чем-нибудь романтичным, ты вот хочешь что-то ей передать, ну, там, нож. Вот. Ты хочешь послать посылку с ножом, и, естественно, ты не хочешь, чтобы кто-то узнал, что ты посылаешь ей нож. Я бы тоже не хотел, чтобы кто-то узнал, что я посылаю кому-то нож. Вот. Как сделать вот эту пересылку абсолютно безопасной, так, чтобы ее в процессе никто не смог открыть? Ну, в процессе имеется в виду, что вот он отправил посылку, ее на почте там кто-нибудь прибежал, перехватил, попытался посмотреть, что внутри. Вот. Сделать этот процесс можно. При этом сделать это, возможно, без обмена какой-либо открытой информацией. Вот, собственно, тот самый шифр Шамира, о котором я буду рассказывать, предполагает, что нет никакой открытой информации. Вот. У Димы, вот у этой девочки, есть, допустим, свои какие-то замки с ключами. То есть, замок индивидуальный, вот у Димы там свой какой-то замок, который знает, от которого ключ есть только у него, и никто другой, кроме него, не может никак открыть этот замок. Ну, предположим, что такие существуют. Вот. Значит, как будет происходить процесс пересылки? Я объясняю. Дима кладет нож в посылку, закрывает, ну, чемодан какой-нибудь, да, закрывает его, вешает на него свой замок. И в таком виде отсылает посылку... Как тебя зовут? К Насте. Вот, к Насте. Ну, понятно, что в процессе никто не сможет скрыть эту посылку, никто не сможет открыть этот замок и посмотреть, что внутри. Ну, посылка приходит к Насте, и, собственно, Настя тоже ее открыть не может, и ничего с ней сделать не может. Поэтому Настя просто берет и вешает рядом с Диминым замком еще и свой замок. Закрывает на него и отсылает обратно Диме. Вот. Опять же, в процессе никто не может скрыть посылку, никто не может ничего узнать и посмотреть. Дима получает посылку, снимает свой замок и опять отправляет посылку Насте. И теперь уже Настя получает посылку, которая закрыта только ее замком, она спокойно его снимает и смотрит содержимое. Итак, что мы получили? Во-первых, нам не понадобилось обмениваться никакой закрытой информацией. То есть, им не пришлось перед этим договариваться, что вот у меня будет такой-то замок, вот у тебя будет такой. Ключами обмениваться, ему не пришлось присылать каких-то копий. И при этом мы можем гарантировать, что во время пересылки никто не смог скрыть посылку. И на самом деле, вот эта ситуация, она очень четко отражает современные тенденции в криптографии, потому что вот эти вот все шифры с открытыми и закрытыми ключами, которые используются в реальности, они все невзламываемые. То есть, вот на самом деле, все, что там вам пишут, взломали то-то, взломали то-то, ни один из современных шифров, вот есть, например, стандарт IOS, он считается невзламываемым, и его реально взломать невозможно. То есть, там потребуется сотни миллиардов лет, чтобы там какой-то ключ подобрать. Вот так вот примерно. Проблема-то в другом. Взламываются, как правило, не шифры. То есть, вот в ситуации, описанной с Димой и Настей, когда пересылается посылка, никто не будет пытаться взламывать замок. Замок – это реально очень сложная вещь. Будут пытаться взломать просто посылку. Вот, допустим, у нас там коробка на заклепках. Ну, заклепки срезали, посмотрели. И в реальности так все и происходит. То есть, когда взламывают какие-то системы, там почтовый сервис и так далее, находят уязвимости уже не в самом шифре, не в том, чем занимаются криптографы. Находят уязвимости в реализации. То есть, в том, как это написали программисты. Поэтому, ну, я не знаю даже, какой вывод из этого можно сделать. Просто знайте, живите с этим. Давайте следующий слайд. Итак, вернемся к современной стегонографии. Это тоже очень интересная тема, потому что с современной стегонографией вы сталкиваетесь на самом деле, ну, ежедневно и повсеместно. Вот. Можно выделить три основных аспекта. Первый – это передача скрытых данных. Вторая – это цифровые отпечатки пальцев. И третья – стегонографические водяные знаки. Вот. Ну, вкратце, передача скрытых данных – это по большей части относится к разряду шпионажа. И вот, ну, действительно, нужно по большей части именно шпионам присылать какую-то секретную информацию. Вот там же там могут использоваться какие-то микроточки и так далее. Вот можно там в картинке встраивать информацию. А то, что используется повсеместно и действительно актуально – это цифровые отпечатки пальцев и стегонографические водяные знаки. Цифровые отпечатки пальцев, например, используются, сейчас реально используются, если вы осуществляете какую-нибудь покупку, ну, например, электронной книги или какого-то электронного ресурса, который предоставляется конкретному человеку, то есть покупателю, и предполагается, что тот не может его никому другому передать. Вот. Именно для того, чтобы обезопасить продукты от передачи и распространения, используются так называемые отпечатки пальцев. Это когда вот в сам цифровой контейнер, ну, у нас там любой медиафайл, картинку, звуковой файл, все что угодно, мы будем называть контейнером. Вот. Когда в сам контейнер встраивается некоторым образом информация, ну, в картинку я вам рассказывал, как можно, в звуковые файлы тоже можно встроить разную информацию, ну, в видео, соответственно, тоже, потому что видео – это сочетание картинок и звука. Вот. Итак, информация встраивается о конкретном человеке, которому, собственно, предназначается покупка. И если он начнет ее распространять, то, в принципе, ну, любой человек может проверить, кому именно она принадлежала, то есть от кого пошло распространение, и, собственно, его там засудить, оштрафовать, ну, неважно, что-то с ним сделать. Вот. Аналогичная, кстати, система используется и в тех же сетевых играх, вот, ну, там, с платными серверами. Дальше. Стигонографические водяные знаки – это вещь, которая позволяет подтвердить авторство. Тут немножко другая ситуация. То есть, если отпечатки пальцев – это мы встраиваем файл для того, чтобы, ну, обозначить человека, которому предназначается документ, вот. Водяной знак, он нужен именно для установления авторства. Ну, я думаю, все знают, что такое водяные знаки и даже видели наверняка вот в более явном виде водяные знаки. Ну, на сайтах, когда фотографии выкладываются, там поверх какая-то более прозрачная надпись там с названием сайта какого-нибудь или названием владельца. Видели все такое, да? Вы поняли вообще, о чем я? А то, может, я вообще говорю сам с собой, а вы слушаете так. Вот. Ну, в общем, это и есть цифровые водяные знаки, только, ну, на самом деле, стигонографические, они не видны невооруженным взглядом. Они также встраиваются в картинку. Вот у них там задача быть такими, чтобы их невозможно было уничтожить при сжатии картинки и так далее. Вот. Естественно, таким образом мы можем там защитить авторские права. Ну, в плане фотографии это особенно актуально. Вот теперь давайте следующую картинку. И как раз про фотографии я расскажу, потому что стигонографические методы встраивания водяных знаков используются, например, в фотоаппаратах Canon. Ну, они, на самом деле, практически во всех современных фотоаппаратах используются. Вот. Но в Canon встраивалась, то есть, встраивалась информация, во-первых, о месте, где была сделана фотография, о координатах, там, позиции, о том, какая модель фотоаппарата его делала, время, в которое было сделано. Вот. И вот эту информацию, ее на самом деле до определенного момента использовали в качестве доказательства в суде. Потому что продавался специальный набор, который позволял, там, ну, при помощи нехитрых манипуляций извлечь из фотографии вот эту информацию и там утверждать, что вот эта фотография является подлинной, сделана там-то, сделана тогда-то. Вот. Можно было это все применять ровно до тех пор, пока Дмитрий Скляров не взломал этот алгоритм и не показал, что метод у них не очень. На самом деле, то есть, человек поступил честно. Он сначала написал саму компанию Canon, написал, что вот у них есть уязвимость, и их метод не может использоваться для верификации в суде. Вот. Они его проигнорировали, причем даже как-то угрожали, по-моему, и поэтому он в открытом доступе выложил вот такие фотографии. Ну, здесь как-то очень плохо видно, на самом деле. Вообще, это типа, когда чувак там прилетел на Луну, высадился, вот тут должен быть американский флаг, вот он его переделал подсоветский. И вот в эту фотографию встроена цифровая подвись, подтверждающая его подлинность. То есть, при помощи вот этого устройства, которое там, пожалуйста, распространяет Canon, кстати, устройство довольно дорогое было. Вот. Можно было считать эти данные и сказать, что да, действительно, фотография подлинная. Ладно, дальше давайте там еще несколько фотографий просто, если они прикольные. Вот, например, Сталин с айфоном. Тоже абсолютно подлинная настоящая фотография. То есть, для нее по всем вот этим стигнографическим методам можно доказать, что она настоящая. Вот. Ну и там статуя свободы с серпом и так далее. Вот. Где еще это используется? То есть, ну, опять же, если говорить о распространенности, по большей части отпечатки пальцев. Вот. Все знают, когда новинка фильма появляется, ее в первую очередь рассылают критикам. Ну, то есть, определенному ряду кинокритиков рассылается копия фильма, чтобы вот они посмотрели его, сделали выводы, там, ну, написали какие-то отзывы, критику свою и так далее. Вот. Естественно, вот эти копии фильмов, их желают защитить от распространения, чтобы пиратских копий фильма не появилось до выхода в прокат. И для этого как раз используются те самые цифровые отпечатки пальцев. То есть, каждый фильм встраивается отпечаток пальца, ну, условно отпечаток пальца. То есть, какая-то информация о том человеке, которому он передается. И если вдруг фильм появится в сети, начнет распространяться, то киностудия всегда может посмотреть, кто именно начал распространение. То есть, кому принадлежит копия. И, соответственно, наказать этого человека. Вот. Так как люди не очень хотят быть наказанными, то поэтому как-то особо не появляются пиратские копии в сети. Так. Давайте там следующий слайд. По-моему, там уже все последний. Вот. Ну, собственно, я сам работаю в лаборатории защиты информации. И профессионально занимаюсь изучением современных шифров, стегонографических методов, криптографических. Вот. Ну, и сотрудники наши тоже. Ну, здесь я привел просто список статей. Ну, вот такая пафосная страничка. Постоять, попантоваться, чтобы все думали, что вот я не просто так вышел, а реально что-то знаю. Вот. Ну, на самом деле, действительно, мы очень много всего крутого и важного изобрели. И в стегонографических методах с картинками, и в криптографических, и причем в теоретической криптографии есть очень много важных открытий, сделанных, например, моим научным руководителем. Вот. Ну, и давайте вот финальный слайд. Ну, блин, он тут не пафосно выглядит. Я вообще хотел встать там на фоне ядерного взрыва. Это было бы круто, а тут вот как-то не очень. Вот. На самом деле, я почему выбрал эту картинку, тоже неспроста, потому что наука стегонографии, она сродни изобретению ядерной бомбы. То есть это сравнение, оно неспроста и ниоткуда взялось. Есть известные факты, как перед выходом, ну, то есть перед появлением ядерной бомбы, перед ее изобретением, за долгие годы до этого появлялись какие-то научные публикации. И вот, ну, примерно за 10 лет до появления самой ядерной бомбы, публикации от некоторых ученых, отряда ученых в мировой, ну, в общественной литературе, в научной, они перестали появляться, перестали публиковаться. Ну, то есть понятно, что военные просто забрали себе этих ученых и начались секретные разработки, которые уже было запрещено где-либо публиковать. Вот. И аналогичная ситуация, на самом деле, наблюдается сейчас в области стегонографии. Вот. Наука стегонографии, она как раз интересна тем, что это только появляющаяся, развивающаяся наука, у нее нет какого-то единого четкого математического аппарата, в отличие от криптографии. И известен факт, что ученые, которые, ну, где-то в 2008 году еще публиковались постоянно, причем с очень интересными статьями, с очень интересными мыслями, в последние несколько лет их публикации вообще, они пропали полностью из медиапространства. Ну, при этом все знают, что они живы. Вот. Поэтому можно говорить о том, что спустя какое-то время действительно произойдет какой-то переворот этой области, вот он будет сравнить изобретение ядерной бомбы. И у меня на этом все, я жду ваших вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ